Продолжение следует... 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 где вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего вебинара, а также за все мероприятия, в которых вы приняли участие уже. И, наконец, я хотел бы уже в конце чата дать информацию о мероприятиях, которые нас ожидают до конца нашей недели. Нас ждет еще три вебинара. С 16 января завтра будет вебинар Константина Костюка, генерального директора компании Директ Медиа, и его вебинар «Профессиональные контентные системы и рынки знаний. Итоги 2018 года и динамика последних лет». Константин, как всегда, выступит с вебинаром отраслевым, который посвящен общей отраслевым проблемам. 17 января я начинаю такой короткий трек вебинаров, посвященных вебинарам. И самый первый из них, который называется «33 довода для вас и вашего начальника, чтобы начать вести вебинары», посвящен постановочной части. То есть зачем вообще это надо, и почему вебинар – это хорошо. И какие доводы вы должны для себя уяснить и иметь в виду при аргументированном споре с вашим начальством или с людьми, которые вам оппонируют. На самом деле все не так просто. Мы вроде бы все ходим на вебинары, смотрим, знаем, чем они хороши, но совсем не все аргументы лежат на поверхности. И вот первый вебинар будет об этом. А вообще у нас будет 5 или 6 вебинаров. Вести их буду не только я. Несколько человек проведут вебинары. До середины февраля будут они длиться в этом треке. И будут посвящены как обработке материалов, проведению мероприятий, сравнительному анализу разных вебинарных систем, так и многому-многому другому. И, наконец, в пятницу, 18 января, Юрий Николаевич Белоножкин проведет вебинар обучения взрослых в онлайн «15 секретных технологий». Ну что ж, мое вводное слово закончено, и я передаю слово Игорю Владимировичу Белянину для проведения сегодняшнего онлайн-мероприятия. Игорь, прошу на связь. Игорь, прошу на связь. Добрый день, Павел Юрьевич. Добрый день, уважаемые наши зрители, наши вебинары. Ну, я, наверное, не буду спрашивать, хорошо меня слышно или нет. Меня, наверное, слышно хорошо, но вот, как всегда, всегда бывают какие-то форт-мажоры, и у меня сегодня в соседней комнате, точнее, за стенкой, сосед сверлит дрелью. Так что, если вы услышите звуки дрели, не пугайтесь, привыкайте к тому, что... Ну, бывают такие обстоятельства. Когда-то я учился в средней школе, у нас находился рядом 21-й забот, он испытывал истребителей, поэтому звук был еще хуже. Ну, надеюсь, что он уже досверлил, пока вот мы сидели, смотрели, самое выступление Павла Юрьевича, то у меня дрель здесь работала нещадно. А сейчас вроде бы все хорошо, так что можно приступать. Вот, вы слышите, наверное, звуки, но я думаю, что они не будут нам сильно мешать. Итак, я очень рад приветствовать всех моих друзей, всех моих коллег, потому что я смотрю список, в общем-то, здесь очень много людей, которых я знаю лично, с которыми я уже развиртуализировался. Я буду поглядывать, конечно, в чат, но основная моя задача сегодня донести до вас основную информацию, которую я хотел давно поделиться. И, собственно говоря, идея этого вебинара у нас по Юрьевичу созрела буквально еще на выставке «Эт Кранч», которая проходила осенью прошлого года, кстати, с Новым годом всех наших слушателей и друзей. Так вот, мы тогда с ним поговорили, и он говорит, Тигр, а давай мы проведем вот передачку какую-то, которая посвящена твоему проекту. Ну, я буду говорить даже так, это не мой проект, это наш проект. Мы организовали вот такое общественное, первообщественное IPTV. В корнях этого общественного IPTV заложены традиции, которые, наверное, еще идут от кафедры телевидения и радиосвязи нашего Нижегородского технического университета, от профессора Агеева. Все, наверное, считают, что организатором и, в общем-то, с подвижником был, соответственно, Зворыкин, но вот в Нижнем Новгороде мы чтим память профессора Агеева, который тоже развивал наше нижегородское телевидение. И в свое время, начиная вот с начала первой трансляции, потом, соответственно, уже как-то систематизируя знания по софту, потому что пришлось перепробовать различные софты для организации вот таких телепередач. Вот фактически вы даже сейчас меня наблюдаете, и фактически это такой тоже вот небольшой, скажем, уже небольшая демонстрация нашего телевидения. То есть не просто выступающий спикер, но это и диктор, у которого есть, скажем, китры в его распоряжении, он работает в студии. То есть это требует, соответственно, наличия хромакея. За спиной у меня находится зеленая ткань, но она заменяется вот на такой фон студии. Софты тоже пришлось перепробовать самые различные, пока я не пришел к такому решению, которое вот сейчас использую. Я потом о нем поподробнее расскажу. Ну, а с чего мы начинали? Вот наша сегодняшняя, скажем, встреча, она звучит по таким девизам, что вот учебное телевидение – это очень просто. Я хочу показать, как просто поработать с нашим общественным телевидением. И вот не зря я вывел сюда вот такую заставочку, первый мыслайд, на котором указан адрес, IP-адрес, самый URL нашего сайта. Мы его совсем недавно запустили, буквально 30 января, 30 декабря. Мы провели передачу по нашему сайту. Потом вы сможете найти, соответственно, ссылочки на YouTube, там самое, на Facebook, где можете найти записи наших передач. Ну, а сегодня мне предоставляется такая большая возможность показать, а как же, скажем, организовано все у нас, из чего мы начинали. Я покажу историю, я покажу наши возможности. Поэтому с чего мы начинали? Помните историю партии КПСС? Потому что я вот смотрю, здесь есть люди такого и старшего возраста, которые наверняка сам эту историю изучали, еще раньше даже и в школах преподавали, и все говорили, что вот коммунистическое движение началось с манифеста коммунистической партии, которую написали, соответственно, Марс и Эндрис. Так и мы начали с того, что мы написали наш манифест. Я не буду его вот зачитывать, я вообще терпеть не могу читать слайды, но я просто покажу первые самые фразы нашего манифеста, по которому мы сказали, что мы организуем действительно первые общественные IPTV. И мы собираемся работать с преподавательской аудиторией, с образовательными технологиями, с дистанционным обучением, ну и, соответственно, способствовать повышению цифровой информационной грамотности широких масс. Полностью с текстом нашего манифеста можно познакомиться на нашем сайте. Я надеюсь, что те, кто подключился сегодня раньше, я посмотрел еще за 10 минут, уже люди начали подходить. Наверняка они уже и заглянули на наш сайт. Но, тем не менее, вот самые такие первые общие фразы. Но самое главное заключается в том, для чего это, и как это сделано, и какие есть возможности. И вот здесь мне хочется переключиться на такие большие расширенные картинки, на которых мы говорим, что у нас наша технология, в первую очередь, она масштабируема. То есть мы не хотим держать в кубышке наши технологии. Хорошо, ради бога, мы готовы эти технологии предоставить, мы готовы, соответственно, кого-то научить, мы готовы, соответственно, показать, как все это делается. Мы готовы сформировать некоторые даже кейсы по оборудованию, которые необходимы, по программному обеспечению. Мы готовы обучить персонал, который будет работать. То есть это все в нашей власти. Ну и, в конце концов, мы даже готовы предоставить в аренду прямой эфир, то есть нашу студию мы готовы предоставить. Ну, собственно говоря, как вот сейчас мы работаем через сервис Мирополиса, так и у нас можно тоже проводить какие-то занятия, можно проводить какие-то типа вебинаров. Собственно говоря, ничем не отличается технология наша от этой, на которой мы сейчас работаем. Но что у нас отличительного? У нас в первую очередь, конечно, это высокое качество видео. То есть вот на качество видео мы обращаем в первую очередь внимание. И сейчас наши передачи идут с минимальным разрешением 1080p. Но в последнее время мы стараемся и переделать действительно с качеством и Ultra HD, и 4K, и, соответственно, с отсутствием интерлейсных эффектов. Вот у меня есть такая фраза. А что она значит? Это значит, вот я, например, рукой машу, сейчас показываю, да, у меня нет за этой рукой никаких разводов. А вот когда бывает такой интерлейс, то, соответственно, там еще появляются какие-то дополнительные, скажем, полосочки. Что еще можно назвать, вот, достоинство нашего телевидения? Что она не имеет ограничений по количеству зрителей. Вот если любой вебинар, я не знаю, это вот мы работаем на Мерополисе сейчас, есть у нас, скажем, Димстадис, шикарная платформа для проведения вебинаров, есть и туториум, есть и самое, и вебинар. Но каждый раз, если вы даже зайдете, посмотрите ценники, вы посмотрите, соответственно, какую-то политику, которая проводится, она будет всегда говорить об одном и том же самое. Есть ограничения? То есть, либо допускается количество зрителей, там, скажем, 100 максимум, либо там 200 максимум, очень редкое видео, скажем, там 300 максимум, или там расценки уже получаются просто заоблачные. Ну, сейчас у нас немного, я смотрю на самые зрители, там, 25 человек, но в данном случае мы можем подключить сколько угодно. Хотите там тысячу, пожалуйста, ради бога, хотите там, скажем, 10 тысяч, это тоже без проблем. Теперь, скажем, у нас есть такое достоинство, при наших трансляциях, при прямых эфирах, присутствуют элементы прокрутки прямого эфира. И если кто-то подключился не сразу, а он хочет посмотреть, что было в начале, сказан, в диктене и так далее, то у него имеется простой движок, который позволяет отмотать и посмотреть, скажем, ту же трансляцию с самого начала, пока она даже идет в прямом эфире. А вот потом при записи, естественно, при записи будут вот эти движки абсолютно доступны. Еще. Это вообще, наверное, такая фишка. То есть удаленное управление эфиром. Вот если сейчас я вещаю вот в этом вебинаре, мне пришлось настроиться, настроить свою студию для того, чтобы выйти в таком замечательном, хорошем виде, ну, я управляю у себя со своего рабочего стола. То есть я провожу лиминары, провожу самую вот эту трансляцию, она идет у меня с использованием моего рабочего стола. А в нашем случае есть возможность управлять удаленно. То есть, например, мы имеем хорошо обученного нашего корреспондента, который запускает студию, который находится локально, скажем, в Нижнем Новгороде. Он находится в Москве, в Левостоке, или, не знаю, там, на Петропавловске, на Камчатке. По интернету он переключает кадры, включает титры, там, меняет футажи, все что угодно. То есть это, есть такая возможность именно вот такого удаленного управления. Еще мы используем обыкновенный броузер, то есть просто-напросто мы даем адрес, по которому можно человек зайти, я потом еще покажу дополнительно, может быть, какую-то вот такую маленькую, скажем, возможность, например, перелистывание слайдов. Ну, естественно, присутствует эффект удаленного диктора в студии, то есть я потом покажу картиночки. У нас, скажем, один диктор или один ведущий находится, скажем, в Москве, другой находится в Новосибирске, и тем не менее они находятся в одной студии, они разговаривают между собой, между ними идет диалог. Ну, на примере того, как мы сейчас только что открывали наш вебинар, и мы с Павлом Юрьевичем там парой фраз перекинулись, вы увидели, да, то есть без задержек, без ничего, то есть мы разговаривали, мы работаем, то есть мы находимся как бы в одном вот таком информационном пространстве. Вся запись телепередач у нас ведется автоматически, то есть мы, когда запускаем трансляцию, а транслируем мы все наши передачи в социальные сети, ну, например, одновременно мы можем транслировать передачи в YouTube и Facebook. Так вот, как только, например, в Facebook, там очень быстро происходит обработка, как только в Facebook закончилась телепередача, она буквально готова уже для просмотра, ну, через несколько минут. На Facebook подольше, там идет обработка где-то около часа, но, тем не менее, после самой часа, опять-таки, запись готова. Вот сейчас, опять-таки, вот я смотрю на общую картинку нашего вебинара на Мирополисе, я вижу, вот у меня сейчас здесь горит красная кнопочка «Рекорд», да, то есть идет запись передачи, а потом Павел Юрьевич для всех желающих, кто не успел подключиться, кто не записался, но не посмотрел, да и вообще для всех он выложит вот эту запись на YouTube. Но для этого пройдет, наверное, не час, потребуется больше времени, то есть дольше идет обработка, а у нас, у нас уже такая запись автоматически готова. Мы готовы организовать горячие линии, то есть не только я один сейчас вещаю с экрана, а мы можем подключить несколько еще наших удаленных корреспондентов, то есть вот все функции телевидения здесь в данном случае полностью соблюдены. И мы просто предоставляем адрес входа по обычному браузеру, и человек оказывается в нашей студии. То есть он может задать вопрос, он может сделать какое-то выступление, он может подискусировать с ведущими, то есть нет проблем. И самое что интересное, что даже если у человека имеется в распоряжении для выхода в такую, скажем, горячую линию обыкновенный смартфон, или у него видеокамера с низким качеством, все равно он будет подключен, и его картинка будет достойно выглядеть на уровне нашей телепередачи. Значит, есть у нас и специальные чаты, чат, которые самые встроенные в сервисы социальных сетей, например, когда идет трансляция на YouTube, то подключается дополнительный чат. И мы читаем, вот я тоже сейчас немножечко так поглядываю, что сейчас идет в чате нашем на Мирополисе, который мы проводим сейчас вебинар, так же и мы там можем читать, но мы выводим данные из чатов непосредственно в эфир. Во-первых, это остается как бы история записи этого чата, потому что вот мы сейчас с вами поговорим, мы посмотрим эту передачу, мы закроем наше окно, и потом уже история этого чата не сохранится, и она останется только на уровне записи, общего такого нашего экрана. У нас же она остается, вот как я сейчас вам показывал титры, но могу еще раз показать, то есть вот включаются титры, так и у нас вот здесь вместо титров выскакивает сообщение наших пользователей. Дальше. Что интересно, у нас имеются раздельные звуковые каналы для корреспондентов. Многие из вас наверняка пользовались таким сервисом, как, скажем, Skype, который позволяет проводить групповые встречи, но когда в Skype общается несколько человек, скажем, там, 5-6 человек, у кого-то микрофончик настроен погромче, у кого-то микрофончик настроен потише, и начинают люди перебивать друг друга, и тот, кто самый-самый тихий, его забивает, его разобрать невозможно. У нас есть возможность включать и выключать микрофоны отдельно каждого корреспондента. К каждому можно добавить и выровнять его звуковое отношение ко всем остальным. Поэтому фактически у нас получается, что каждый корреспондент имеет свой собственный звуковой канал, который управляется непосредственно нашим оператором из студии. Мы очень много внимания, конечно, посвящаем профессиональному оформлению студии. Вот сейчас я вам показываю студию нашего Нижегородского технического университета. То есть вот у меня не просто картинка, я там сижу в кресле, а еще за мной и картинка. Пусть вот какие-то футажи, фрагменты передач. Мы используем исключительно лицензионные футажи, то есть у нас это все закуплено. Мы стараемся крайне редко прибегать к использованию различных стоков, так называемых, то есть это свободные картинки. И, соответственно, мы специально, у нас люди обученные есть, которые, в общем-то, являются, скажем, доками веб-дизайне, скажем, в компьютерном дизайне, которые помогают нам оформлять вот такие телепередачи. Я вот вижу, мне тут все-таки пишут, вы скажите, вам не сильно мешает дель, потому что она вот так как бы приближается все ближе и ближе к моему микрофону. Уж простите, Христо ради, я сейчас прерывать передачу не могу и бежать там самое, настучать моему соседу, который затеял ремонт прямо буквально во время нашего вебинара. Так что потерпите, я стараюсь его перекрикивать, ну, голос преподобательский. Ну, вот пусть Сверлицк сказал Непаве Юрьевича, замечательно, спасибо. Значит, все-таки я сумел его перекричать. Просмотры передач на мобильных устройствах. Это очень крайне важно. Даже вот сейчас, кто смотрит нашу передачу, наш вебинар через обычный смартфон, наверняка он использует приложение. То есть, например, использует, скажем, специальные приложения, которые позволяют смотреть вебинар Мерополиса. И очень часто я сталкивался, что для того, чтобы смотреть именно вебинары, требуется специальное приложение на смартфон. Наши же телепередачи можно смотреть спокойно со смартфона, с любого, потому что они используют доступные сервисы, я, как сказал, это сервисы соц. детей, поэтому никаких дополнительных приложений не требуется. Ну и я уже упомянул ранее, что удаленные корреспонденты также для связи могут использовать удаленные самые свои мобильные устройства, причем мы ставили эксперименты, даже в условиях плохой связи достаточно неплохо выглядит картинка. По крайней мере, скажем, скорость вывода этой картинки намного выше, чем, скажем, сейчас я обещаю, потому что у меня сейчас наверняка вы видите некоторую мультипликацию, там низкая скорость FPS, да, там где-то сейчас у любого вебинара это 10-15, это сделано специально, чтобы больше людей посмотрело, чтобы больше людей могли подключиться, и я выгляжу несколько мультяшно. То есть у меня звук мой идет один, а губы открываются, ну так вот, самая резко. На уровне нашего телевидения идет плавное, нормальное изображение, то есть фактически эквивалентный телевизор. Одну фишку мы открыли буквально совсем недавно, ну как недавно, первое испытание мы провели осенью, хотя этому присуществовала работа, мы ведем весь, сделали студию для вещания в формате виртуальной реальность 360 градусов. Вы спросите, а зачем это нужно? Ну, во-первых, вот современные технологии, виртуальная реальность, дополненная реальность, они все больше и больше входят в нашу жизнь. Эти технологии все больше и больше, соответственно, занимают наше информационное пространство, и, скажем, я работаю в техническом бузе, я даже имею заказчиков на уровне, скажем, Росатома, которые говорят, а мы хотим, чтобы вот такую передачу можно было посмотреть на виртуальных очках. Вот не знаю, скажем, покажу вот такие виртуальные очки, то есть человек попадает как бы непосредственно в студию, и он может посмотреть, скажем, нашу телепередачу, прямо смотря на диктора, смотря на корреспондентов, разворачиваясь, оглядывая комнаты, то есть вот мы такие комнаты подготовили для нашего обещания, и мы такое обещание способны проводить. Если у нас корреспондент, мы же не только развиваем передачи, которые основаны на вот таком визуальном представлении, мы считаем, что наши передачи должны быть, скажем, приспособленными к проведению различных конференций, различных занятий, и в этом случае потребуется управление рабочим столом. Вот наверняка все слушатели сегодняшних, участвующих вебинаров, они часто сталкиваются с тем, что когда проводится вебинар, скажем, ведущий, там, спикер, он предоставляет свой рабочий стол. Так вот, у нас тоже можно предоставлять свои рабочие столы, но у нас их могут предоставлять удаленные корреспонденты. То есть они могут показывать на своем рабочем столе все, что угодно, мы можем вмешаться, то есть можно организовать, например, такой урок, скажем, студент находится удаленно, он показывает свой рабочий стол, а преподаватель находится в нашей студии, он даже может мешаться в процессе и показать студенту, на какую он кнопочку нажал неправильно, какой самый участок кода в программе он написал неправильно, переправить, то есть фактически получается занятие эквивалентное компьютерному классу, когда преподаватель следит за своими слушателями, подходит, вмешивается в учебный процесс, и для этого требуется, скажем, на компьютере что-то сделать, а здесь у нас получается все это можно сделать удаленно. Ну и уже я много-много раз, пока вам рассказывал, говорил о том, что у нас есть вещание в социальные сети, на YouTube, мы можем в Facebook, в Одноклассники, ВКонтакте. Вообще, наша студия может одновременно вещать на три источника, хотя вот мы сейчас изучаем такую возможность, они называются такая возможность ReStream, можно и еще больше источников захватить, куда можно вещать, одновременно расширяя тем самым свою аудиторию зрителей. Ну и, как бы говоря про качество, вот я только не шибко сильно готовился, но мы сделали такие небольшие, соответственно, зарисовочки, картиночки, проводимые нами эфиром. Вы, наверное, даже здесь на этих картинках увидите знакомых вам ведущих вебинаров, проходящих на Мирополисе, и Татьяну Викторовну Телегину, и Наталью Юрьевну Бабыкину, и, скажем, Наталью Мадельсу Новогачеву, ну, Покорний Солга и так далее. Только вот наши картинки, когда мы ведем вещание, они выглядят вот именно так, как я вот сейчас их показываю. То есть имеется не просто диктор, у него имеется вот такой фон, и вот, кстати, там картинка с голубым фоном, это тоже вот одна из наших студий, а у нас их много. Мы, когда начинали запускать наше телевещание, мы сразу подготовили массу студий, причем мы, опять-таки, воспользовались неготовыми решениями, а мы стараемся еще что-то дополнительно. И вот видите, у меня там за спиной там находятся еще и мультперсонажи, еще отдельная тема нашего сегодняшнего разговора. Я вам покажу, наверное, и, скажем, мультики. Мы можем, соответственно, формировать мультканал, который ведут уже персонажей вот такого мультиконфекционного плана. Работая по развитию нашей студии, нашего IPTV-вещания, а начинали мы исключительно с того, что мы создали свою страницу в Фейсбуке, и только на этой странице мы выкладывали первые наши телепередачи, мы выкладывали наши первые анонсы, мы приглашали заинтересованных людей. Не очень много там у нас сейчас находится, ну, по-моему, человек 200 там с небольшим, людей, которые интересуются нашим IPTV-телевидением. Но, тем не менее, потом у нас был следующим этапом. Мы создали канал на YouTube, куда стали выкладывать передачи уже в хорошем качестве. Но работая вот таким образом, мы пришли к выводу, что все-таки не хватает еще своего собственной какой-то страницы, в котором может быть свой собственный индивидуальный чат, в котором также может сохраняться история. И вот на уровне нашего сайта мы создали страницу, если вы там зайдете, посмотрите, у нас там есть такая самая ссылочка, называется «Прямой эфир». И если мы проводим прямой эфир, то та трансляция, которая идет в YouTube, она высвечивается и она доступна всем. Появляется дополнительный чат, где также можно задать вопросы, где хранится история. И потом она у нас будет занесена, эта история, в какой-то блог. Мы также видим, что нам пишут наши зрители. Мы можем отвечать во время прямого эфира. И, как видите, вот здесь у меня есть картиночка, вход в студию, мы можем подключать двух удаленных корреспондентов для организации такой горячей линии. Все это требует авторизации на нашем сайте. Авторизуясь на нашем сайте, вы получаете фактически какой-то небольшой аналог социальной сети. То есть у вас появляется профиль, который вы можете заполнить. В этом профиле у вас появляется доступный чат индивидуальный, вы с кем-то можете просто-напросто пообщаться. Мы даже подрядывать не будем, потому что нам это совершенно неинтересно, а вы можете обмениваться какими-то личными сообщениями. У вас появляется возможность публикации. То есть вы можете, например, по какой-то инициативе, например, проводимой нашим IPTV, мы говорим, ребята, давайте мы проведем какую-то конференцию. Вы можете набросать свои тезисы. Мы таким образом ваши тезисы, статьи соберем. Мы можем организовать выпуск сборника, ну и плюс к этому получается телепередача. Поэтому вот в правом, то есть в левом нижнем углу вы видите вот здесь картиночка. Я зашел в свой вход, в личный кабинет у меня есть вход. И там у нас имеется возможность, скажем, посмотреть самое, работать у нас как внутренней социальной сети. Я не буду много рассказывать именно про этот момент. Почему? Потому что вот совсем буквально недавно, потом вчера, самое воскресенье, в воскресенье вечером мы проводили телепередачу. Я возьму наших слушателей, слушателей-зрителей по нашему сайту, и вы увидите вот эти возможности. А я перехожу дальше. Если речь идет об организации каких-то конференций, то в этом случае мы можем предоставить возможность сделать запись предокладов наших слушателей. То есть, не слушателей, а наших участников нашей конференции. То есть, любой человек может, скажем, нам передать свои слайды, потом зайти через предоставленный ему аккаунт, и может, вот видите, здесь выскочила такая панелька, она именно работает на уровне смартфона, всего с четырьмя кнопочками, которые называются, там красная такая большая, скажем, запустить запись, такая фиолетовая, соответственно, эту запись остановить, и перелистывать свои слайды. То есть, мы оставляем автономное плавание нашего корреспондента, который в дальнейшем будет делать предоклад, он просто-напросто выходит, рассказывает, делает запись, естественно, наверняка там будут какие-то огрехи, мы потом это все можем подрезать, но потом таким образом организуется вот такой банк выступлений. И в этом случае потом можно их собрать в какой-то единый общий кейс, который будет называться уже телепередачей, который будет называться телепередачей той или иной конференции. Ну и последнее, вот здесь у меня такая картиночка не очень может быть хорошо видно, я просто хотел показать, как у нас проходит наша передача в формате 360. Я говорю, что есть такая возможность, ну вот я просто вырвел две картиночки на одной. Я сижу с корреспондентом Сергеев Корнеев, как раз один тоже из инициаторов развития IP-телевидения и вообще телевещания, или, как еще называют, стримы, стриминга, Сергей Корнеев, он находится у меня в студии. Видите, там мой глаз, я сижу в студии, здесь необходимо просто-напросто, когда смотришь извне без очков, такую телепередачу, необходимую мышку просто-напросто покрутить, походить по этой студии, то есть вы видите все четыре стены, можете видеть стены, четыре стены, потолок, пол и так далее. Вот именно такая возможность, вот такой комплекс возможностей, которые, собственно говоря, мы начинаем, и точнее уже не начали, а полгода развиваем, позволили нам стать в свое время и информационным партнером выставки EdCrunch Overt, продукты EdCrunch Overt, самое ООЦ. Мы получили диплом, вот с самой первой степени, и приз, соответственно, за первое место в номинации, перспективное направление развития технологических продуктов в образовании. И вот мы как раз демонстрировали нашу студию телевещания. Вот на сайте у нас есть отзывы экспертов, которые мы внесли. Эксперты писали свои рецензии, они были обезличенные, но тем не менее нам было приятно, что мы не получили фактически ни одного отрицательного отзыва. Все считали, что вот то, чем мы занимаемся, оно, с одной стороны, оно перспективно, а с другой стороны, на самом деле, со стороны нашего удаленного корреспондента, оно просто, оно не требует от него каких-то больших дополнительных усилий. Ему необходимо только через веб-брозер, как мы сейчас заходим в вебинар, подключиться, у него должна быть веб-камера, у него должен быть микрофон, и у него получается, его картинка в шикарнейшем, хорошем качестве, он находится в студии, мы имеем аналог телевидения. Ну, и немного, где нас найти, на самом деле, на нашем сайте, если спуститься в подвал нашего сайта, у нас там тоже ссылочки указаны, указаны наши ресурсы, и вот в этих ресурсах у нас, я как бы говорю, что мы начинали с того, что мы открыли свою страницу на Facebook, и вот я здесь дал такой короткий URL, pb.me, dist.ip.tv, то есть это страница, которую можно посмотреть, которая может подключиться, я сегодня во время вебинара все не расскажу, так что приходите, смотрите, знакомьтесь, здесь очень много что интересного. Вот у нас имеется такой канал на YouTube, ссылку я здесь не показываю, потому что мы еще не набрали тысячу подписчиков для того, чтобы получить индивидуальную ссылку, но нас можно очень легко в YouTube найти по поиску, distant.tv, и вы сразу же найдете, соответственно, канал нашего IPTV, где находятся, скажем, идут прямые эфиры, тогда вы увидите, что идет прямой эфир, либо, соответственно, вы можете увидеть записи, то есть у нас вот самая верхняя строчка, это как раз запись прямых эфиров. у нас открыт дополнительный канал еще ВКонтакте, ну, вот только-только он начинает развиваться, у нас там пока немного подписчиков, там, скажем, 20 пока участников, у меня дома разобьется, и когда я только-только начинал показывать наши слайды, я сейчас вот вернусь назад, отмотаю. У нас есть, скажем, канал, в чат-канал, он находится в таком мессенджере, называется этот там-там, это российский мессенджер, сейчас, кстати, вот мы его тоже недавно запустили, но на него очень легко выйти, зайдя на наш сайт, и только вы наведете мышку в правый верхний угол, вы сразу же попадете на наш канал, вам предложат подключиться. Это вот такая преамбульная часть, которая как бы теория. Я пока еще не отвечаю на все вопросы, я вижу, что вопросы появились, но вот смотрите, даже я отметил, что когда мы раньше проводили телепередачи, у нас всегда открыт чат, но когда мы предоставляем большое количество информации, мы не видим даже иногда частной обратной связи, я шучу по этому поводу, что люди еще не научились разговаривать с телевизором. Сейчас я тоже вещаю как бы диктор, то есть я очень много сказал, я чувствую, что информации я вам предоставил огромное количество, но я еще не завершил, потому что я хотел вам показать какую-какую практику, а потом уже чуть-чуть позже я отвечу на вопросы. Отвечать во время эфира сразу же на вопросы, я считаю, это просто-напросто не очень удобно, не тактично, это получается переход на индивидуальные. А теперь, что я хочу сказать, вот продемонстрировать возможности, даже пока я нахожусь вот в этом маленьком окне. А что же можем мы? Ну, я как вам говорил, мы можем сделать, скажем, мультканал. Я сейчас сделаю небольшую паузу. И приключусь вот на такого вот персонажа, который у нас только-только недавно появился на нашем мультканале. Мы мультканал начали формировать буквально в конце декабря месяца. Но мультперсонаж такой нагловатый, он постоянно хочет захватить нашу студию. И совсем недавно, а, собственно говоря, что я говорю? Я говорю уже от имени мультперсонажа. Мы выгоняем викторов, занимаем свое место и начинаем вещать. У нас измененные голоса. Голоса мы можем делать самые разные, от очень грубых до вот таких, скажем, комичных. Так что смотрите сами. Скоро у нас будет много и мультпередач. Видели самое нашего новогоднего пингвина? Плюсики поставки. Звук менялся. Ну вот, я вижу, Татьяна видела, вот все хорошо засыпали. Теперь, скажем, немножечко, немножечко тайны, но это не тайны Мадридского двора. Хотите, я вам покажу, как выглядит наша студия изнутри. Ну вот, я вижу, Евгения Юрьевна написала, что плюс, интересно. Хорошо. Я не люблю всяких форс-мажоров. Всегда говорят, что демонстрация рабочего стола на Мирополисе бывает сопряжена с некоторыми трудностями, но тем не менее попробуем это сделать. Я сейчас не вижу, идет у меня демонстрация рабочего стола, вы просто напишите, вы видите нашу студию изнутри. то есть вот вы должны видеть два окошечка, левое и правое. В одном окошечке нахожусь я, в другом находится наш мультперсонаж, и, собственно говоря, вот тот эффект, который я вам показал, замена нашего мультперсонажа, она происходит просто-напросто. Мы меняем превью на соответственно вот этот мультперсонаж. и вот таким образом у нас всегда имеется левое окошечко, где подготавливается следующая, скажем, сценка, или еще и называют пресет, а в эфир идет уже другое изображение. А вот чуть пониже вы видите массу-массу маленьких картиночков, это вот как раз наши пресеты. То есть вы видите, например, я на черном фоне, то есть я на прозрачном фоне, этот черный фон заменяется на мое студийное изображение. У нас есть соответственно подготовленные титры, которые мы запускаем во время нашего прямого эфира. Вот есть подготовленный персонаж, есть персонаж, который находится в нашей студии. Я, кстати, могу вывести еще и нашего персонажа с нашей презентации на прямой экран. Вот, наверное, в Мирополисе это сейчас будет не очень хорошо видно, а вот на нашей картинке вы видите меня и еще идут меня, например, мои слайды, которые я вам сейчас только что показывал. Они у меня сейчас идут на автомате. А еще у меня имеется правое окошечко, в котором там имеется масса-масса, скажем, движков, в котором производится обработка, аудиообработка звука. То есть, вот я вас и ввел в нашу телевизионную студию. Теперь, как же, например, вот тот же мультперсонаж нашей работает? Вот смотрите, сейчас просто покажу, что есть я, есть мультик, вот видите, он, ну, правда, в обратном направлении он копирует мои движения, он, я говорю, он говорит моим голосом сейчас, но я могу, соответственно, запустить еще дополнительную программку, не знаю, будет видно сейчас или нет, но это карта управления моей самой звуковой картой. И вот я должен сейчас включить свой голос, он уже пошел у меня на уровне моего мультперсонажа. Возвращаясь назад, я этот голос отключаю. то есть вот таким образом организуется это вещание. Ну, а сам мультперсонаж у нас находится, скажем, как специальная программа. Специальная программа, я сейчас ее прикрыл, она у меня вот есть. Вот видите, меня, там уже копируется мое изображение, скажем, специальной маленькой небольшой веб-камерой, причем, видите, у меня там красный рот, там красные глаза, то есть мультперсонаж следит за моими глазами, следит за моим ртом, как я его открываю и закрываю, он ведет мой голос, я еще, видите, внизу органы управления, через клавишу, скажем, 1, 2, я могу подвигать бровями, я могу покидаться снежками, у меня клавиши ZX, вот я их из руки в руки перекладываю, я могу поуправлять одной рукой, в данном случае не рукой, а крылом, что я там говорю, или другим, то есть вот так организуется наш мультик, который повторяет наше движение, чтобы рассказывать, как он работает, наверное, нужно делать специальную телепередачу, которая называется самая аниматор адобовский продукт, ну, а я сейчас, наверное, верну назад свое собственное изображение, я сейчас, а, еще секундочку, давайте мы еще один момент посмотрим, я пришел в эти вебинары в Мирополисе, я здесь не был где-то порядка полугода, мне просто интересно, вот сейчас у меня идет трансляция моего рабочего стола, я сейчас прикрою, вот вы видите, наверняка мой рабочий стол, а теперь я попробую запустить свое изображение, которое я выдаю в эфир, ну, или вот самого себя, скажите, пожалуйста, сейчас нормально видно мое изображение, оно синхронно, скажем, открывание рта, губ и так далее, то есть движение плавное, ну, вот кто-то пишет нет, кто-то пишет да, вот это потому что система вебинаров, здесь скорости, скорости передачи информации, они всегда немного ограничиваются, хотя, вот мне кажется, если проводить вебинары, я просто на будущее, может быть, если не потребуется вебинар, все-таки вот этого маленького окошечка, который мы сейчас видим на экране, я вот сейчас даже еще поменял самое изображение, на одном у меня сейчас как раз вещает пингвин, на другом вы видите большого меня, вот это большое изображение на полный экран, на которое я могу вывести точно так же презентацию, ну где она у меня тут, вот она, она у меня сейчас запущена вот в этом режиме быстрой прокрутки, то есть все это тоже в принципе возможно, ну и теперь вот уже я отключу на верный рабочий стол для того, чтобы вас сильно не утомлять и постараюсь сейчас привести в порядок собственно говоря чем мы с вами занимались и поотвечать на ваши вопросы, я смотрю вопросы накопились, итак мы останавливаем трансляцию рабочего стола, я возвращаюсь в наш вебинар, я тут много погулял по видеостудии и давайте я посмотрю просто-напросто постараюсь ответить на вопросы которые задавались, потому что здесь я видел вопросы были некоторые очень даже актуальны, итак скажем любовь Вениаминовна Шнинникова мне кажется Дистан ТВ отличная возможность для записи качественных промо и прочих роликов видеозаписей зачем покупать себе дорогое оборудование а потом мучиться мысли о том как его загрузить как можно записать дистанционно я права да любовь Вениаминовна вы абсолютно правы то есть именно с точки зрения обычного пользователя для того чтобы ему не мучиться искать хороший там какой-то самый микрофон хорошее там скажем изображение звук камеру и так далее мы можем постараться довести вот это изображение нашего спикера до более менее приемных результатов я вот где-то сейчас отмотаю слайд когда я вам показывал ну вот смотрите здесь здесь например наши удаленные корреспонденты они используют не очень не шибко дорогие веб-камеры с разрешением HD 720 но на экране нашего телевизора они выглядят просто самое замечательно а вот второй скажем слайдик который у нас находится справа здесь мы уже ставили эксперимент соответственно у наших удаленных корреспондентов используется хроматейс то есть удаленная у них зеленая ткань но не ихним оборудованием не ихним софтом обрабатывается это изображение а обрабатывается оно внутри нашей студии причем в режиме реального времени во время прямого эфира так Татьяна Викторовна в которой вы как вы видите она присутствует как наш корреспондент она помогает мне отвечать поэтому я пропускаю что написала ну вот в режиме прямого эфира наверное тяжело читать вот такие все сообщения так можно ли поучаствовать в ваших программах образовательные у нас есть перечень программ для каких направлений вы работаете только технически нет мы не только технически мы организуем любые программы мы ждем инициативы от наших корреспондентов от наших зрителей мы готовы формировать наше расписание сетку вещания и скажу так мы начали с небольшого мы стараемся хотя бы раз в неделю хотя бы раз в неделю провести провести хотя бы одну нашу большую небольшую на 15 минут на 30 минут телепередачу чтобы просто-напросто накапливать наш опыт у нас сложился уже опыт формирования телепередач который мы назвали начинали мы с такой телепередач которая называется интервью и вот скажем на слайде который показан у меня внизу справа это как раз формат такой передачи интервью то есть имеется ведущий телепередачи имеется корреспондент ведущий задает три вопроса ну как на экзамене и соответственно удаленный корреспондент на эти вопросы отвечает но мы еще пошутили по этому поводу в такой передаче интервью присутствует еще и третье лицо в данном случае это оператор эфира то есть троица получается безукоризненно мы формировали передачи которые называются например называется развод не точка это такая полемическая передача в которой участвуют скажем три участника вот как раз левый самый нижний у нас рисуночек это как раз вот запись передачи развод не точка когда имеются две противоположные позиции они находятся по крайним углам и средний ведущий который ведет телепередачу то есть это такая полемическая передача в которой можно о чем-то поспорить можно о чем-то поговорить Есть у нас телепередача, как я вам говорил, еще в формате VR360, есть у нас телепередача, которую мы формируем в мультканал, то есть надо расширять свои возможности. А для того, чтобы все это хорошо и оперативно работало, у нас имеется вот команда, то есть мы работаем, я все время говорю мы, я не говорю там скажем я, потому что у нас есть команда, в которой люди заинтересованы. Мы, кстати, в нашу команду примем всех желающих, просто нам нужны люди инициативные, которые готовы нам помочь. Мы сейчас работаем на общественных началах, поэтому мы пока не оплачиваем даже свой собственный труд, нам просто это интересно, мы это дело развиваем. Но у нас имеется проект, руководство проектом осуществляет покорный слуга, у нас имеется проектный офис, у нас имеется сетка эфиров, сетка обещания, у нас имеется масса задумок, хороших задумок. Например, я вам сказал, что сейчас мы делаем только одну передачу в неделю, но мы готовы, скажем, сделать передачи с записью или, скажем, еще я не упомянул одну возможность, это называется у нас ретрансляция. То есть, например, вот сейчас идет наш эфир на Мирополисе, да, то есть идет наш вебинар на Мирополисе, а мы готовы сделать ретрансляцию этого вебинара. Но откуда, вот я не знаю, откуда к нам пришел на сегодняшний вебинар, наверняка из социальных сетей, да, то есть вы увидели объявление, скорее всего, в Фейсбуке, да. Так вот, мы готовы этот же эфир ретранслировать в тот же Фейсбук, для того, чтобы расширить количество, скажем, зрителей, которые эту передачу готовы посмотреть. Все, что касается захвата экрана, звука, изображения, это делается просто-напросто элементарно, то есть вот таким образом мы можем делать ретрансляции. И мы хотим, конечно, я буду думать, как сделать, например, целые эфиры с вставками, с рекламой и так далее, форматы 24 на 7. Форматы 24 на 7 предполагают, что идет вещание 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но это, конечно, звучит очень громко, начнем мы, наверное, хотя бы будем делать, скажем, показывать записи различных мероприятий, которые происходят в сфере дистанционного обучения, электронного обучения, просто-напросто образования, скажем, ну, на 6 часов. Но там будет тоже работать обратная связь, там тоже можно будет задавать вопросы, а мы будем хотя бы накапливать эту базу. То есть вот такая задумка имеется. Я читаю дальше вопросы. Как используется это в образовательном процессе по АПОП? Ну, я хочу сказать, что вот это наше IPTV, которое я вам говорю, Distant TV, это вот наша такая инициатива. Ну, кроме того, я же работаю, вы, наверное, прочитали, мы легали, я работаю директором Центра дистанционных образовательных технологий Нижегородского государственного технического университета. И мы нам тоже развиваем свое IPTV. И вот там наши передачи целенаправленные. Например, вот совсем недавно мы провели в рамках повышения квалификации преподавателей математики нашего Чикавовского района, нашей Нижегородской области. Они обратились к преподавателю математики средних школ с просьбой, пожалуйста, помогите нам разобраться с некоторой теоремой, которые есть в 16 теме, курсов, сам не курсов, но вообще при подготовке к ЕГЭ, математика профильный уровень. И доцент нашей кафедры высшей математики привела вот в режиме такого IP-телевидения, скажем, трансляцию на Городецкий район, но посмотрели его все другие районы. Либо, скажем, у нас есть курсы дистанционной подготовки к ЕГЭ, где наши преподаватели, в общем-то, уже сделаны готовые записи. А по ходу обучения возникают вопросы. Так вот, опять-таки, в режиме прямого эфира наш преподаватель отвечает на вопросы всех наших слушателей. И это идет на уже более широкой аудитории. То есть мы не заворачиваемся тем, что это находится внутри курса, а вот такую самую общую консультацию мы проводим через наше IP-телевидение. Ну, я опускаю плюсики, это как раз тут, наверное, было. В России нет пингвинов, но он нашел одного. Ну да, нашли мы пингвинов, все что угодно. Спасибо за юмор. Мне кажется, мы здесь тоже сидим хорошо, веселимся. Я спускаюсь ниже. Мы обсуждали здесь нашего персонажа. Коллеги, с гаджетов рабочий стол не всегда может запускаться. Татьяна Викторовна, что же вы так, это самое... Ну да, с гаджетов рабочий стол не может запускаться. Но хорошо хоть с гаджетов можно работать с нашим IP-телевидением и выступать в качестве диктора. Это тоже уже шикарные возможности. Я думаю, что все идет, все развивается, все идет в направлении развития именно усложнения, с одной стороны, технической, а с другой стороны, предоставляют все более и более широкие возможности. Но восхищение нашей студии я пропускаю. Здесь просто все пошло репликами. Ну вот, да, почти синхронно сказал мне Павел Юрьевич, когда я демонстрирую свой рабочий стол. Павел Юрьевич, ну вот даже в следующий раз, если вы меня пригласите, давайте мы попробуем так, чтобы я все-таки не маленький такой был на экране. Да, я был там на полный экран, мне будет удобнее. То есть уже, скажем, формат нашего телевидения, он позволяет немного побольше. И, наверное, даже зрителям это будет интереснее. Задержки меньше 0,5 секунды. Ну, это вообще не задержка. Да, телемосты с разными вузами, конференции. Я хочу сказать, что, например, наш технический университет, Нижегородский государственный технический университет, в начале февраля будет проводить уже, по-моему, 12 конференции, которая называется «Инновационные технологии в образовании». И хотя, скажем, давно уже были подняты вопросы организации, скажем, публикации тезисов, выступлений, но мы готовы сейчас всем желающим предоставить возможность хотя бы выступить дистанционно на нашей конференции. И вот через систему IP-телевидения мы готовы записать тезисы докладов, которые потом прокрутим. У нас, как я сказал, а, не сказал, но вот наше IP-телевидение позволяет самым две возможности. Либо сразу непосредственно прямой эфир, то есть вот, как, например, сейчас я обещаю, в прямом эфире я выхожу через вебинар. Либо мы готовим запись, а потом мы, соответственно, эту запись запускаем в прямой эфир. Маргарита Витальевна, будет ли запись вебинара? Очень интересно, но начало, к сожалению, пропустила. Да, конечно же, запись будет. И запись будет, я думаю, что уже завтра она будет доступна. Заходите на наш канал в Ютубе, там тоже вы найдете много интересных записей. Почему? Ну, потому что вот этот формат, скажем, часовой вебинара, он не позволяет все показать. А более детально познакомиться с нашей работой, конечно же, можно через уже наши готовые наработки. Мы работаем полгода. Вот, наверное, на такой, скажем, нотке я начинаю заканчивать. Спасибо большое. Это программа ABS. Нет, это не ABS. Называется OBS. Это Open Broadcast Software. С этой программой я начинал. Начинал я еще два года тому назад. Я ее покрутил ровно пять, наверное, дней. Сказал, что никогда ей пользоваться не буду. Вообще, это хуже программ для организации телевещания я не встречал. Если вам кто-то предлагает сам на OBS, вы будете готовы к тому, что вам сразу же будут предоставлять какую-то халтуру. Потому что, если брать... Мы перебрали кучу различного софта. Вот самый плохой из этого софта OBS. Ну, наверное, он предполагает то, что он бесплатный. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И на ней можно, конечно, попробовать что-то потренироваться. Но потом ее нужно самое... Вот у нас есть на любом рабочем столе корзина. Ее можно спокойно в эту корзину спускать. Почему? Потому что возможности технические там очень слабые. Качество вещания там не выше 720p. Скажем, все самые настройки, они очень тяжелые. То есть, как бы являясь консультантом, я говорю, ни в коем случае не берите OBS. То есть, лучше заплатите, скажем, если самая аналог OBS называется программной экспресс. Можно экспресс, кстати, использовать и бесплатно. Но тогда у вас не будет возможности подключения скайпов. Но это у нас все пройденный этап. Вот такой, что он прошел еще где-то два года тому назад. Мы отказались от OBS. Мы полностью отказались от скайпа. Потому что с этим тоже работать невозможно. Почему я говорю сегодня, ну, я начинал с того, что у нас раздельные звуковые каналы для каждого корреспондента. А в скайпе там получается полной мешаниной. И невозможно, соответственно, эти каналы разделить, подрегулировать звук каждого отдельного корреспондента. Ну, что-то я закончу так это самое грозное и, скажем, немножечко негативное. Нет, давайте все-таки здесь самое, будем более позитивными. Это мне, наверное, просто задело. Мне уже досталось этот объезд. Я предлагаю не заканчивать. Я считаю, что наш сегодняшний вебинар – это только начало нашего общения. Приходите к нам на канал, приходите к нам на наши чаты. Подписывайтесь на наш сайт. Как я сказал, что на нашем сайте практически организуется такая мини-сеть, мини-самая социальная сеть. Мы готовы ответить на любые ваши вопросы. Мы готовы подключить к нашим любым инициативам. Мне очень приятно видеть сегодня, может быть, не очень много, по меркам Мирополису, 26 участников, это вообще ничего. Но мне приятно видеть всех и каждого. Я всем говорю огромное спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч. Друзья, давайте поблагодарим Игоря Владимировича за замечательный вебинар. Необычный вебинар с показами, с интересными, с мультперсонажами и так далее. Такое нечасто вы у нас увидите. Но вот видите, не зря я пригласил Игоря. Это было и замечательное по информации мероприятие, и в некотором смысле даже шоу. Пришли сегодня те, кто в этом разбирается или хочет разбираться. Не так уж мало, кстати, народу было, 32 человека. Может быть, не такой массовый вебинар получился, но ничего страшного. Зато были те, кто разбирается или хочет разбираться в данном вопросе. Я хочу всех поблагодарить за активное участие и напомнить, что Директ Академия – это вебинар каждый день. Мы ждем вас каждый день в 12 часов, за редким исключением. Некоторые вебинары начинаются позже, как правило, в 12 часов. Приходите, будет интересно. Мы приглашаем интересных спикеров. Ну и сами стараемся для вас вытащить какие-то интересные проблемы на очередные вебинары. Всего доброго! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...